Всем привет, с вами Тимон и давненько не было видео с бассейном. Лето уже почти заканчивается, а мы только видео начали снимать. И сегодня будет очень круто. Я хочу проверить свой бассейн на прочность гигантским шариком в 200 литров. Ну и конечно узнать прочность самого шарика. Лопнет ли он от контакта с водой, если упадет с высоты примерно второго этажа в мой бассейн. Зачем мне это нужно, не спрашивайте, я хочу знать все. Короче, кроме моего большого бассейна, я прикупил еще и маленький. Если помните, Серега в такой нырял в 1 миллион орбизов. Да, было прикольно. Жаль, бассейн порвался. Не очень-то они надежно-то. И поэтому для начала я хочу понимать, что вообще будет с моим бассейном. Все-таки шарик не маленький, может его в клочья разнесет. Кстати, я уже делал это год назад и шарик тогда хлопнулся знатно. Ну, не забываем, что падал-то он на землю, а в этот раз контакт будет помягче. Все-таки это вода и хотя кто его знает. Давайте уже соберем этот бассейн и это сделать легко. Распрямил его и качай, пока не надуется. Да, на самом деле оказалось нелегко. Серега качает уже 20 минут. Ну и конца край нет этому бассейну, и все надувается и надувается. Наконец-то мы его накачали. И давайте уже заполним его водой. Кстати, он на 250 литров. Как раз в него и поместится наш шарик целиком, и еще останется немножко воды. Ну и теперь вторая проблема. Нужно, чтобы шарик попал прямо в бассейн. А для этого нам нужно метра полтора дополнительной вышки. Так как в прошлый раз шарик падал прямо под край вышки, он прям туда заворачивался. Большой бассейн же стоит в метре от этой вышки. Так что нам нужно удлинить нашу платформу минимум на 1 метр, а лучше на 2. И мы уже придумали, как это сделаем. Два огромных бруса по 10 сантиметров и скрепляем листом фанеры. Ну и троплин под шарик готов. Теперь вторая проблема. Это еле туда засунули нашу конструкцию. Так как вес ее составил больше сотни килограмм. И это было реально тяжело, ребята. С вас лайк мы реально старались. Да, и не забудьте подписаться, так как по-прежнему 60% смотрят без подписки. И включайте колокольчик на все уведомления. И всегда будете первыми. Короче, мы все-таки заперли нашу конструкцию. И теперь осталось все это застелить черной пленкой. Чтобы шарик потом мог скользить и не порвался об фанеру. Мало ли там может сучки какие. Скидывать мы будем простым путем. С другой стороны наш троплин можно приподнять при помощи автомобильного домкрата. Который может подымать до двух тонн. Ну а пока давайте не будем тестировать большой бассейн. Чего-то у меня стрёмное. Я боюсь, что он все-таки лопнет и не выдержит вес этого шарика. Поэтому пока тестируем с маленьким бассейном. И так как мне еще и жалко гигантский шарик. Он все-таки стоит больше 2000 рублей. У меня остался фейковый гигант. Он стоит как раз 500 рублей. И его разница только в том, что у него тоньше резина. И в него невозможно залезть из-за узкого горлышка. Ну да, прям в шарик залезть. В остальном он растягивается так же и вмещает в себя столько же воды, как и настоящий гигантский шарик. Да, и кстати, как вы думаете, что произойдет с наушниками, если их бросить шар с водой? Придется покупать новые наушники, ответите вы. Как бы не так. Влагостойкие беспроводные ушки CGPods от тюменского бренда Case Guru, например, спокойно переживут такое купание, в отличие от конкурентов, которые от такого моментально помрут. CGPods можно мыть под краном или самому помыться, не вынимая наушники из ушей. У модели 5.0 есть специальные силиконовые распорки. Как голову не тряси, наушники не выпадут из ушей. Отличный звук, шумоизоляция и целых 20 часов работы вдали от розетки. И еще прикольный кейс, который постоянно хочется вертеть в руках и не переставая щелкать крышечкой, это расслабляет. Кейс модели 5.0 сделан из авиационного алюминия, из которого делают боинги и выдерживают вес 100 кг. Обе модели есть в черном и белом цвете, а управление с наушников это очень удобно. Переключай треки, регулируй громкость и отвечай на звуки. И все это всего за 3,5 тысячи рублей, без торговых накруток и наценок, благодаря онлайн продаже через сайт производителя. Есть доставка по России, в Украину и Беларусь, а код на скидку в 200 рублей и ссылка CGPods в описании. Ну а мы продолжаем. Погнали его наполнять и он должен растянуться так же как и настоящий. И заодно я проверю его на крепость. Мы даже не закрепляли в нем шланг и Серый просто удержит его рукой. Думаю минут 10 и он будет уже по горлышка. Вау, он так конкретно растянулся и давай Серега его завязывать. Да, капец, что мне не нравится в этом шарике, так это его горлышко. Оно без окантовки и как наш узел его удержит я не знаю. Ладно, это уже не важно, кое-как все-таки завязали. Ну и бассейн заполнен, все готово к скидыванию и теперь Серый аккуратно подкатит шар к краю трамплина и давай. Повезло, повезло, мне лопнул. Я про бассейн, ну и про шарик тоже. Короче, все-таки маленький бассейн самортизировал сам по себе. Из него там вылилась вода и она заместила себя шариком. Тем самым смягчив падение. Ну в большом бассейне такого точно не будет. Там воды побольше будет. Смотрите, ребята, как прикольно бетон впитывает в себя воду. Такие звуки, как будто цикады стрекочет. Ладно, все, переходим к большому бассейну. И в этот раз шарик будет уже не фейковый, а настоящий из толстенной резины. Ну и поэтому воды в нем будет больше, чем фейковую. Там было литра сто, а в настоящий я залю 200 литров. Ну потому что не буду бояться, что он лопнет. Короче, мы наполняем и наполняем, и к концу края тоже этому нет. И нужно было и фейково все-таки не жалеть и наполнить больше воды. Может быть, он там, конечно, лопнул бы. Хотя бассейну точно было бы ковзда. Фух, ребята, спустя полчаса мы более-менее его наполнили таки. Вы только посмотрите на его размер. Он реально огромный. Его почему-то раздуло неравномерно, и он похож на сердечко. Ну, вес его нереальный. Думаю, мы будем скидывать его все-таки нам кратом. Чуть-чуть дадим там угол, а потом уже подтолкнем. Больше всего, конечно, я переживаю, что верхнее кольцо бассейна может порваться. Оно воздушное, и тогда мы еще и поплаваем, наверное. Так как в моем бассейне, ребята, 15 тонн воды. Ну, и ни в коем случае не повторяйте этого. Если что, я лично буду покупать новый бассейн себе. Так что давайте лайком меня поддержим и пишите в комменты, как считаете, лопнет бассейн или нет от ударной волны шарика. Только честно, не подлядывайте. Я думаю, что в бассейну все. Я просто уже морально готов к этому, и, Серый, давай, готов? Ну что, начинаем? Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Офигеть, вы это видели? Я, честно, в шоке. Я так рад, что мой бассейн все-таки целый, и он это выдержал. Фу, больше всего меня впечатлил, конечно, шар. Он таким огромным червяком скатывался с вышки. Блин, это так красиво было. Смотрите, он целый, ну да, он очень крепкий, и чтобы вы понимали, насколько, сейчас Серый на него прыгнет с вышки прям ногами. Он попытается его лопнуть под своим весом. Ну что, Серый, давай! О, да! Попал вроде бы. О, ну смотрите, шар целый. Что я и говорил, его невозможно лопнуть в такой способ. И если вы думаете, что Серый недостаточно попал в него ногами, мы сделаем вторую попытку, пожалуйста. И смотрите, шарик по-прежнему не лопается. Кстати, в прошлом году мы пытались его лопнуть в такой способ. И у нас уже тогда не вышло. И Серый там с моим оператором Ромой прыгали, и очень много прыгали на этот шарик. И даже притащили батут, чтобы шарик припадать немного над водой, и там и более точнее в него попадать. Если хотите, я могу скинуть на него свой гигантский молот Тора. Ну и попробуем на прочность этот шарик. Набираем на этом видео 100 тысяч лайков, и я тогда выпускаю такое видео. Ну а пока мы решили развязать узы на шарике и спустить с него воду. Пусть пока лежит до следующего видео. Кстати, он так прикольно выпускал воду из себя. Это такая ржака. Я надеюсь, вы нас поддержите лайками и комментами. Ну и подпиской, конечно. А на этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok